Привет всем подписчикам канала с микрофоном по жизни, меня зовут Сергей, я работаю со звуком постоянно, работаю со звуком каждый день, работаю в концертной деятельности и в студии, соответственно, тоже. Сегодня мы будем обозревать вот этих двух красавцев, сравнивать, тестить. И передо мной с правой стороны это Rode Classic 2, такой вот товарищ, серьезный товарищ от компании Rode, это считается флагманом. Но у меня все-таки о нем есть и уже сложилось свое мнение, ввиду того, что я работаю постоянно с этим микрофоном и записываю разные дикторские голоса, детские, чаще всего, вот, также взрослые, да разные, в общем-то. А с левой стороны у нас красавчик, и это лично мой микрофон, Warm Audio VA87 в черном цвете, тоже уникальная модель, и это клон 87 Ноймана. Ну, в принципе, это в интернете, мануал, все можно почитать, много чего о них, об этих микрофонах известно. Итак, давайте поговорим, как Саша говорит, голова к голове, микрофон к микрофону. Ну и что-нибудь такое поговорим сначала, дикторское. Всем привет! С вами Радио Максимум. Максимум энергии, максимум эмоций. Итак, мы начинаем, продолжаем и будем продолжать. 1, 2, 3, 4, 5, вышел зайчик погулять. Ненадолго прервем Серегу, чтобы интродюсить наши микрофоны. Разрешите их представить вам и разрешите вас поприветствовать на канале с микрофоном по жизни. Меня зовут Александр Спирит, я рад в вашем лице в виде таких же маньяков. Сегодня добрались до, ну, недешевого, надо сказать, и относительно легендарного микрофона. Все-таки не каждый раз встретишь юбилейный микрофон. А именно так позиционирует компания Rode этот Classic 2 Limited Edition Black серия. Давайте вот почитаем то, что нам пишет. Black Classic 2. То есть мы видим, что в 2011 году вышел этот микрофон и продавался он за 2500 долларов. В то время как классический серебристый Classic 2 продавался за две штуки. Надо сказать, что именно в 2011 году Денис Карандаш пошел на студию, Лев Прав, по-моему, эта студия называлась, к Ване, Нойзо МС. И я там, ваш покорный слуга, впервые лицезрел классический микрофон от компании Rode Classic 2. И тогда еще Деня, по-моему, сказал, вот, а мы сейчас и посмотрим, что он сказал. Rode Classic 2, это очень старый, очень старый ламповый микрофон. Но тут мы немножко поправим Дениса, потому что старый-старый микрофон Classic 2 на тот момент, да, давайте его посмотрим, чтобы мы понимали. Вот он Classic 2, как выглядит, да. Он не являлся старым, потому что на тот момент, к 2011 году, этот микрофон производился, получается, всего лишь 12 лет. В 99-м году компания представила Classic 2, обратите внимание, да, то есть серебристый собрат, который по звуку ничем не отличается от нашего черного, лимитированного вот этого вот парня. Потом мы еще комплект с вами рассмотрим. Просто по цене от 2000 против 2500. И, ну, что такое 12 лет для микрофона, да, это ни о чем, это юность, микрофонная юность, друзья мои, да. То есть тут хочется сказать про C12 от AKG или 414, про 67-е, простите меня, люди. То есть вот те микрофоны реально старые. Вообще, кстати, Деня очень интересно высказался о компании Rode. Rode – это очень хорошая фирма, которую я рекомендую. Да, компания хорошая, безусловно, но при этом он сам использовал 87-й, по-моему, даже уже вот в это время, пока он говорил эту фразу. Меня тут недавно обвинили в том, что я продался Octavia. Прикиньте, да, Octavia продался. То кому продался Деня? Rode NT2, ну, любой Rode возьмите, какой вам нужен. И вообще, резюмируя так и забегая вперед, компания Rode – хорошая компания, хорошие пушки, хорошие петлички, и, ну вот, сейчас еще вернемся, да, то есть в классике, в студийной, они как бы битву проигрывают все равно, как ни крутите, да. И, может быть, вот если моя двойка самых любимых моих Rode-овских микрофонов – это черный NT1, повторюсь, и, возможно, если он такой же по звуку, вот последняя пятая генерация этого микрофона с возможностью USB, 32 бита, все дела, и это из лампы будет Rode K2. Это как бы имхо, имхо. Ну, вот вернемся к ламповому Black Classic 2. Они его выпустили тиражом в 500 экземпляров, ну, видите, так подняли цену на 500 баксов. В комплект вложили, очень интересно у них вот в комплекте, книжечку, да, помимо там черного роскошного кейса, да, вот такого блока управления и блока питания, да. Сейчас еще посмотрим на тот самый первый Classic, в честь которого был выпущен этот микрофон. Потом запасная лампа, да, запасная лампа, потом подвес обычный паук, визитки, ключики, в общем, ну, и 10-метровый кабель, соответственно, кабель питания, да. То есть по максимуму решили эту всю историю обыграть, а на самом деле, да, с историей компании Rode вышла какая-то очень интересная штука. На самом деле 50-летие они праздновали в 2017 году. То есть Питер Фридман, хитрец такой, ну, на самом деле компания зарегистрирована действительно в 67-м году там предками Питера Фридмана. Но микрофон первый они выпустили в 90-м году, и сейчас еще мы на него посмотрим, на этот самый первый Classic. И давайте вот подумаем, если в 2011 году в честь 15-летия вот на ваших экранах сейчас именно тот самый первый Rode Classic, посмотрите его дизайн, да, чуть попроще, чем у второго, и, соответственно, второго черного. Посмотрите на вот это металлическое, Ноймана-образное, да, крепление. И посмотрите, как они вот здесь вот, по-моему, более элегантно, да, стало, чем вот это вот все сейчас. Ну, конечно, более современно, а здесь вот более все такое прям ретро-ретро, да. И вот тут, опять-таки, возвращаясь к тому, как компания натягивает себе искусственно года, то есть понятно, что в 67-м году они не производили микрофоны. Первый микрофон был произведен в 90-м году. И смотрите, какой хитрый, по-белорусски кажучий, я тут выяснил. Компания начала сразу же с козырей, то есть сразу же выпустили микрофон Classic. Смотрите, ручки под британские какие-то, да, то есть смотришь, лох цепенеет. То есть компания била сразу в точку, какой-то непонятный ноунейм на обратной стороне глобуса показывает свои микрофоны. Конечно же, ты не мог вытискать, вот, ребята, вот новый ультрамикрофон, например, так, где лольюет. Ультрамодная, ультрасовременная хиток-система. Ну, там, понятно, там история КГшная позади у инженеров. А здесь как бы, ну вот, кто ты такой хлопец? А я вот из Австралии, купите мой Classic. И они решили сделать ход конем. То есть сразу же, знаете, сразу же классику. Очень гениальное решение. Тут как бы 500 Невских из 10. Вот такой вот. Вот, собственно, как он выглядел. И еще одну забавную нашел картинку в интернете. Вот товарищ, я не знаю, продает, не продает. Посмотрите, как скручена башка. Это здесь кажется не так. Но что нужно было делать с микрофоном, который стоит... Ну, это, опять-таки, это самый первый Road Classic, который выпускался, давайте так, вот 2011 года, отнимите, 15 лет. То есть в середине 90-х они показали этот майк. Вот он, видите, Classic. Но то, с какой высоты он падал, как можно было так согнуть корпус, я не понимаю, честно. Это первый микрофон. Давайте посмотрим, что во втором такого нам обещают. То есть вот, после празднования 15-летия флагманской модели, тот самый Classic первый, да, вот лампа 67072. Там трансформатор специальный от Jensen. В общем, все-все-все-все, все чики-пики, чики-поки. Покупайте, слушайте, наслаждайтесь звуком. Но, опять-таки, по всем тестам, по всем характеристикам, по мнению авторитетных журналов, типа SOS, Sound on Sound, он звучит абсолютно ничем не отличим от Road Classic 2. То есть просто это черная матовая отделка, просто интересный комплекс, дополнительная лампа, вот там пыльник есть. В общем, все, как мы любим, все, как мы во всех микрофонах. Ну, нам интересен звук. Дело в том, что мы для сравнения взяли, вот сейчас про второе немножко микрофон, Worm Audio 87. У меня на канале выходило о нем видео, это тот самый микрофон из видео. Вот, и он принадлежал Альберту, также большой привет тебе, если смотришь. И Сергей у него этот микрофон купил. И я считаю, что как раз-таки первая ревизия очень удачна по своему дизайну, вот именно в Worm Audio 87 R1. Я бы микрофон этот хотел бы иметь в своем пользовании для микрофона на каждый день. Но у меня есть ARC 87, собственно. И они очень похожи, вы можете в этом убедиться, посмотрев видео. Можете пока поставить на паузу, глянуть видео, потом вернуться со свежими ушами, понять. Понять, почему вы сейчас слышите такой невыразительный, какой-то непонятный звук в Worm Audio. И такой богатый, крутой, ламповый, очень верхастый. Надо сказать, для рекламы подходящий звук Classic 2 Limited Edition. Так что сейчас продолжаем смотреть, потому что вот в этих двух микрофонах, два микрофона, один яркий, другой тусклый. Скоро будет видео про яркие микрофоны, но тусклый в хорошем смысле этого слова, потому что именно из этого микрофона можно потом вылепить все, что угодно. А вот когда у тебя уже кадр засвечен, фотографы меня поймут, что такое RAV, да, цифровая съемка, и как лучше иметь исходник максимально нейтральный, максимально такой, чтобы можно было его потом раскрасить. Чем уже пересвечены кадры? Вот яркие микрофоны, лично это, лично мое мнение, это пересвеченные кадры. Ну а сейчас продолжаем смотреть наш тест, и самое главное, конечно же, слушать. Потом вернемся и проанализируем. Хорошего просмотра. Обязательно микрофон нужно подбирать под голос, если мое мнение кого-то интересует, то это очень важно, потому что не все микрофоны дорогие могут звучать. Да это все уже сказано тысячами людьми, все об этом все знают. Я скажу свое мнение. Этот микрофон меня полностью устраивает. Это универсальный микрофон. У него немножко приподнята середина, как и в принципе Нойманская середина. У Нойманов, у большинства микрофонов, которые я слышал, у них у большинства микрофонов приподнятая верхняя середина. Это в порядке вещей. Но зато есть хороший жир, хорошее мясо, хороший низ. Поэтому мой выбор это 100% Warm Audio VA87. Если нужно писать постоянно разных людей, ни одного какого-то конкретного вокалиста, то этот микрофон великолепен, прекрасен. Вопросов вообще нет по нему. Скажу, как есть, потому что имею опыт, большой опыт с микрофонами. Я такой же маньяк, как и Саша. У меня постоянно меняются микрофоны. Я никак... Ну, сейчас более постепенился, поспокойнел уже в этом плане. Но все равно всегда посматриваю, что у нас новенькое появляется на рынке, что интересненькое, что такое, чтобы еще тоже потестить. Всегда хочется все-таки найти дешевый микрофон и сказать, да, этот микрофон сделал, мать его, весь рынок. Всегда хочется найти такой микрофон. Честно скажу. Дорогие, понятно, дорогие, но хочется, чтобы кто-то уже взял дешевый микрофон, сделал настоящим мужиком. Дал ему яйца. Что могу сказать про Road Classic 2? Лично мое мнение, это очень верхастый микрофон. У него очень резкая S. И записывая женские голоса, это невыносимо. То есть там очень много появляется проблем. Конечно, если его воткнуть в кучу различного рода предусилителей, компрессоров прогнать, DSing какой-то сделать, все можно сделать. Но это другая история. Мы говорим сейчас, записывая микрофоны чисто в карту. Карта у меня Roland сейчас в студии, в рабочей студии у меня карта Roland Quad Capture Studio. Пишем напрямую в нее. Вообще ничего нету. Чистые сигналы. Поэтому, если мы говорим о чистом сигнале, то этот микрофон Road Classic 2, он очень яркий. Очень резкий, очень яркий. В общем-то, женские голоса на нем звучат, как правило, всегда очень верхасто. Очень большой у него верх, скажу так. Низ тоже. Вот низ неплохой, низ хороший, на самом деле. За счет лампы. Это ламповый микрофон. За счет лампы у него хороший раздутый низ. Интересное звучание такого низа. Прекрасный, не бубнящий, я бы даже сказал. Хотя местами всегда мы убираем эти 200-250 Гц. Это, в принципе, классика жанра. Классика наших вокальных кабин, которые, естественно, подготовлены, как правило, но так себе. Я хочу сказать так, ребята, что этот Road Classic 2, он, в принципе, неотличим от большинства микрофонов. Скажу, как есть, потому что у меня был Road NT1A, у меня был Road NT1, у меня был Road NT2A. Я слышал Road NT2000 и сводил не раз Road K2. Ну, естественно, этот Classic 2. Так вот, из всего, из всей линейки Road я могу, наверное, похвалить только один. Это Road K2. Там тоже есть верх, но как-то очень мягенько и красиво он сглаживается. Как-то очень плавно и довольно-таки хорошо обрабатывается. Ведь важный момент не просто записать в микрофон. Важно еще потом попробовать, как он сводит, как он дает себя сводить. Как верх, как эски срабатывает на вашем вокале, как не сработает, как все. Это все очень важный момент. Оно со стороны можно записать. Сказать, это ужасный микрофон, ворм аудио. Если послушать не сводя, можно сказать, ну он толстый какой-то, он, ну что, он какой-то непонятный. Но, ребята, с него можно сделать любой звук. С него можно сделать все, что угодно. Этот микрофон управляем, он дает себя. А записывая в Road Classic 2, мы получаем верх, который постоянно режем. Поджали компрессором, опять верх режем. Сразу эквалайзером накинули, срезали, сделали определенную сатурацию, верх режем. Мы не можем позволить себе большой спектр плагинов, которые мы бы хотели навешивать. В чем фишка-то кайфа дорогих микрофонов, таких как Neumann? В том, что ты можешь накидывать кучу плагинов разных вариаций, сатураторы. То есть ты можешь делать звук как хочешь и получаешь какой хочешь окрас. Песочные микрофоны не дают тебе изначально этого сделать, потому что, как правило, сатурация это середина, это верх насыщенный. Песочные микрофоны не дают нам этого сделать, потому что у нас уже большой верх. И ты постоянно борешься. Да, можно, конечно, через костыли все можно сделать, все можно свести, были бы руки, все это прекрасно понимают. Но это костыли. И к этим костылям либо ты привыкаешь, либо... Я не понимаю, в чем, лично мое мнение, не понимаю, в чем такая цена данного микрофона и почему. Если честно, он звучит ничем не лучше Роуд НТ-1А. Обычного нелампового микрофона. Он звучит так же. Поэтому большинство линейка микрофонов Роуд это верхастые микрофоны. Это очень песочные микрофоны. У меня все, что я хотел сказать. Ну, давайте, конечно, попоем. Просто акапельно что-то спою. Я-то не певец, в общем-то. В первую... На минуточку, друзья, я вообще не певец. Переживала без повода и уезжала из города, где пахло дымом и холодом мои мечты. Ну, что-то такое, да? Теперь мы попробуем разными голосами, чтобы понять, как обрабатывать. Давайте рэпчик, да, какой-нибудь? В потоке времени и там, где люди бредили, мы находили истину и тут же в нее верили. Откуда взяться нам и куда ведет дорога? Ведь коротаем мы день за днем и год за годом. Твои запросы на эту жизнь просты, но в голове идеи не дают тебе остыть. Взгляни на это, парень, смотри, как они палят. И все твои мечты улетучатся в мексаме. Все придумано не нами, мир объятен пламенем. Е-бой. Что-нибудь бы еще такое спеть? Спеть какую-нибудь песенку? Больше нечего ловить. Все, что надо, я поймал. Надо сразу уходить, чтоб никто не привыкал. Ярко-желтые очки, два сердечка на брелке. Развеселые зрачки, я шагаю налегке. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Ну и что я могу сказать еще, в принципе, об этих двух микрофонах. Ну, про этот Ворм Аудио свой я уже сказал. Это универсальный, неяркий микрофон. Хорошо сбалансированный, приятный микрофон. Пишем что угодно, звучит все прекрасно. И Роуд Классик 2. Это микрофон, на самом деле, дикторский. Более дикторский. Больше дикторский, чем вокальный. Дикторский готовый микрофон. Записал, все, чуть-чуть поджал. До свидания. Всего хорошего, полетели дальше. И очень хорошо, иногда, я записывал мужские голоса. И некоторым ребятам залетал просто на ура. Просто великолепно. Вот мужской, да, но 100% не женский. Либо очень низкие женские голоса. Но опять-таки эски будет выстреливать. Эски будет женский, а эски будет все равно вылетать. Но на мужских голосах иногда просто готовый микрофон. Просто вот записываешь, все. Все прекрасно, все отлично. У меня все. Всем спасибо. Саша, тебе привет. С микрофоном по жизни. Шикарный канал. Я один из них, один, наверное, из первых подписчиков этого канала. А также лично знаком с Александром. Это замечательный человек. Часто вдохновлял его на различного рода видео. Да, мы с ним вместе думали, что ж такое интересненькое. Что бы вам залетело, что бы вам понравилось. Пока. Ну что ж, нам осталось с вами увидеть то, что вы наверняка услышали. Потому что не услышать эту разницу вопиющую невозможно. И не зря, еще раз повторюсь, мы взяли именно эту пару. Потому что тут явственно слышна верхотура одного микрофона. И как бы такая сдержанная та же верхушка. И, возможно, середина. Сейчас увидим другого микрофона. Итак, что у нас на статике? Это у нас дикторская двойка. То есть я взял дикторский голос. Надо сказать, что Серега здесь стоял в этом моменте максимально ровно. Потому что вы видели, как он головой немножко крутил туда-сюда от микрофона к микрофону. Где-то больше, где-то меньше ловилось. Но в данном вот кусочке, видите, тут даже вот такой обрез пошел. Потому что он был на удалении от микрофона, как вы знаете. Меньше низких частот. Но, тем не менее, если здесь свести, то вот получается, что у нас на дикторском. Представьте, какая разница на дикторском голосе. На вокале будет тоже... Ну, вы понимаете, кто из них кто здесь. И вот такую вот мы картину видим. На вокале это была песня... Это были самые высокие... Самая, скажем так, да, высокая партия в районах-кварталах. Да, мы видим, что уже начиная с четверки... Ладно бы, понимаете... Ладно бы верхотура там где-то там хренячила, искрила на семи, на восьми. Там, да, все вот это вот выдавало. Но то, что мы видим уже на четверке, это как бы нас вводит в ступор. И это то, о чем говорил Серега. Что когда ты пишешь женские голоса... Вот представьте себе, что вот всю вот эту вот песню, да, вы пропускаете через какой-нибудь плагин, не используете, например, перед дискретизацией, у вас аяснение голосникает. То есть у вас все вот это вот уже отсюда отталкивается и уходит туда. То есть работать и накладывать еще какой-нибудь на ламповый микрофон сатурацию... Это, пожалуй, опять-таки, повторюсь, на вокалах, опять-таки, на женских вокалах. Это вот то еще удовольствие. А здесь, смотрите, вам позволяет микрофон, да, Ворм Аудио, еще оставаться в пределах каких-то допустимостей, да, вот здесь. И тут уже как бы не будем затягивать совсем уже видео. Я солидарен в выводах с Серегой. Безусловно, Classic 2, интересно, прикольный. Да, как бы редкий микрофон, один из 500 штук по всему миру на 8 миллиардов населения. Это круто, это классно иметь такой на студии. Но вот парни с ним реально мучаются. И поэтому Серега берет из дома свой микрофон, и когда он понимает, что сейчас будет какая-то такая партия, где нужно хорошенько поработать, я лучше возьму свой Ворм Аудио. Вот вам наглядный пример, как микрофон за, там, условно, 600, да, он сейчас 600, то есть вторая. Ревизия R2 продается за 600. Может быть, гораздо интереснее вот этого лампового фетиша. Опять-таки к ламповому фетишу я отношусь очень спокойно. Нравится вам фапать на лампу, ради бога, да. Хорошо он подойдет, безусловно, для рекламы, но для рекламы. Рекламу можно и записать, и даже вот в этот микрофон. И хрен ты потом скажешь, что это было записано не в лампу. То есть тут уже, как говорится, ручки наши как войдут в дело. Наши руки не для скуки, да. То есть обработали даже пушку, если у вас есть навыки, все будет хорошо. Даже электрет, бог с ним, даже дешевый электрет, друзья мои. Вот на такой хорошей дешевой ноте мы закончим обзор микрофона за 2500 долларов. И его цена, как вы понимаете, только растет. Потому что в мире уже где-то один сломался, уже где-то поменяли лампу, уже куда-то что-то там слезли, или там голову ему скрутили, как в первом классике с картинки. Ну, интересно, интересный обзор. Еще раз спасибо Сергею, спасибо вам, что вы смотрите. Увидимся, как всегда. Жду ваших обзоров, жду ваших заявок на обзор от подписчика. Если у вас есть интересный микрофон, который мы еще не обозревали на канале, с удовольствием его запишем. Я расскажу, как это сделать лучше. И проанализируем. Вот так вот посмотрим его очиха и все-все-все. Ну, все, как мы любим. В общем, увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok